Обшарпанные стены, облупившаяся краска, осыпающаяся с верхних панелей побелка. Так выглядит сегодня четвертый подъезд дома номер 8 по улице Блюхера. Его жители говорят, ремонт здесь не проводился со дня сдачи дома в эксплуатацию, то есть более 30 лет. А обращение в инстанции с просьбой привести в надлежащий порядок подъезд, пока результатов не приносит. Подъезд в тяжелейшем состоянии. Давали ЖЭКу заявку о том, чтобы надо было сделать ремонт. Нам отказались, сказали, делайте своими силами. А какие силы? В этом подъезде живут матери-одиночки с детьми, пенсионеры и многие люди больные, дети войны. С подобными просьбами о ремонте подъезда в ЖЭК номер 3 жители района обращаются постоянно. Комментирует ситуацию его начальник Светлана Добровольская. Другой вопрос, на чьи плечи и карман возлагается сегодня ответственность за их состояние. Люди обращаются с заявлением с просьбой о ремонте подъездов. Значит, при условии, что жильцы приобретают материал, мы предоставляем своих людей, они выполняют подъезды. По нашему ЖЭКу, в принципе, мы выполнили достаточно много ремонтов подъездов. Практически в каждом доме хотя бы по одному подъезду мы отремонтировали. Уже пошли как бы по второму в некоторых случаях. Жители проблемного подъезда, как оказалось, не в курсе, что решение вопроса можно сдвинуть с мертвой точки. В ЖЭКе говорят, по самым скромным подсчетам, стоимость материалов обойдется в 500 гривен. Арифметика простая. Делим сумму на количество квартир, а их в подъезде 15, и получаем сумму на каждого собственника. В 33 гривны 30 копеек. Специалистов по ремонту ЖЭК обещает предоставить бесплатно. Раньше предусматривалось один раз в пять лет выполнять ремонт подъезда в доме. С введением новых тарифов жильцы массово отказывались от услуги ремонта подъездов, чтобы она была включена в тариф по квартирной плате. Поэтому сейчас ремонты подъезда в тариф по квартирной плате не входят. Но мы все равно продолжаем эту работу. Жильцы обращаются, мы ремонтируем, мы выполняем ремонт. Жители квартир на пятом этаже сделали ремонт подъезда своего лестничного пролета два года назад своими силами. Осталось всего четыре этажа, а значит и затрат будет меньше. Не удается жильцам и решить пока вопрос с неисправной электропроводкой на первом этаже. Когда здесь было освещение в последний раз, они уже и не помнят. Даже не помню, когда он у нас был. Говорят, что-то с проводкой, а никто ничего делать не делает. А вы куда-то обращались? Приходили, да, несколько раз приходили там, что ковыряли, ковыряли, так ничего нам и не сделали. Света у нас очень давно нет на первом этаже. Кто-то назовет все эти моменты капризами по мелочам. Но если учесть, что из мелочей состоит жизнь, они перестают казаться неактуальными. И как пример, во время благоустройства района во дворе дома были установлены столик и лавочки для удобства самих же жильцов. Оказалось, напрасно. К нам ходят в туалет. И туалет, здесь и драки, и кровь, и все. Вот бы, хоть бы убрали бы вот это вот. Ну да, мы приходили когда-то, я ходила в ЖЭК, просила, чтобы убрали, хотя бы туда вот куда-нибудь. Да, раньше вот там сидели, играли в домино мужики, и все, не захотели убирать. Я работаю дворником в этом районе, и все жители этих домов постоянно мне жалуются, что спать нельзя ночью. Постоянно здесь на этой лавочке какие-то как сходки, стрелки, как так называемые, пьянство, вот, крики по ночам. И людям плохо спать, мучаются. И хотят, ну, прям, сами предлагают мне, может, ее спилить или сжечь. А что же с ремонтом проблемного подъезда? На кого и на что все же надеются его жильцы в первую очередь? Мы возлагаем надежды на нашего мэра. Ольга Лукьянова, Никита Сверидонов, Новости дня.